В студии Анастасия Челокьян. Здравствуйте. На протяжении вот уже восьми лет в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Каменском районе проходит смена реабилитационного лагеря «Радуга дружбы». Участниками смены становятся ребята, которые перенесли онкологические заболевания. Инициаторами проекта выступили представители областной детской больницы и Содружества детей и молодежи Дона. И сегодня у нас в гостях председатель Содружества, член Общественной палаты Ростовской области Галина Соловьева и председатель Молодежного совета Содружества детей и молодежи Дона Елена Помазанова. Галина, Елена, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, сколько ребят каждый год попадает на эту специализированную смену? Как они туда попадают и как долго длится смена? Участниками этой смены становятся около 30 представителей со всей Ростовской области. Попадают они туда самым обычным способом. Это все пациенты детской областной клинической больницы онкогематологического отделения. Это те ребята, у которых болезнь находится в стадии ремиссии. Смена длится 14 дней, 2 недели. А на какие средства лагерь вообще существует? Его как-то поддерживают? Ну, к сожалению, из бюджетных средств не выделяется ничего на проведение этого лагеря. Поэтому мы привлекаем спонсоров, которые, в принципе, на протяжении 8 лет активно принимали участие в реализации этого проекта. Но в этом году мы испытываем такую проблему финансовую и привлекаем же и депутатов законодательного собрания, и члены общественной палаты активно принимают в этом участие, и также спонсоры. Также информацию мы разместили в интернете на сайте Планета.ру, куда может зайти каждый человек, увидеть программу и поучаствовать. Там от 100 и неограниченное количество средств можно внести. И очень легко и просто. Много желающих так помогать? К сожалению, на сайте информация висит уже 6 дней, наверное. За это время было собрано около 17 тысяч всего лишь. Это, конечно, очень мало, потому что цель проекта – это 463 тысячи. Только ли это развлекательный и оздоровительный лагерь, или там есть какая-то образовательная составляющая? Ну, на самом деле, в основном это лагерь развлекательный. В основном все мероприятия, которые проходят, направлены именно на отдых ребят, на развлечения. Единственное, что можно отнести, возможно, к образовательной части, это то, что ребята там проходят социальную адаптацию, по сути. Потому что на протяжении нескольких лет, пока они проходят лечение в областной больнице, у них нет возможности посещать школу. И в рамках нашего лагеря они учатся как-то общаться со своими сверстниками, чтобы потом в дальнейшем им было проще вести себя в обществе. Кто-то из них после этого идет в школу в обычную. И на самом деле результаты показывают, что им гораздо проще себя уже вести в классе. А каким образом эта адаптация происходит? У них какие-то уроки, какие-то беседы проходят? Они участвуют в каких-то играх, возможно? Ну, на протяжении всей смены у них проходят командные игры, занятия на командообразование. Они вместе готовятся к мероприятиям и дневным, и вечерним. Это и вертушки, и веревочные курсы у них бывают. Ну, правда, в упрощенном варианте, потому что все-таки сильную физическую нагрузку им запрещают пока врачи. Ну, также они еще, наверное, учатся дружить, потому что у них нет возможности общаться со своими друзьями, одноклассниками. А здесь такое количество сразу сверстников вокруг, поэтому они бы заново учатся дружить между собой. На самом деле очень открытые дети, даже гораздо менее замкнутые, чем, например, обычные ребята в лагерях, которые мы проводим. То есть адаптация этому, в принципе, не особо нужна? Нет, они каждый по себе открытый, яркий ребенок, но вот на первом этапе, когда они начинают друг с другом общаться просто, естественно, какие-то такие зажимы существуют. Ну, у нас работают вожатые с ними все время организаторы, которые очень быстро эту дистанцию выбирают. А если говорить о творческой составляющей, есть ли у ребят там возможность проявить свои таланты? Да, каждый день проводятся вечерние мероприятия на различную тему, где ребята могут показывать свои таланты, где мы снимаем фильмы, музыкальные ролики, готовим какие-то выступления на выбранные темы. То есть огромный просто объем этой творческой программы, в которой ребята, ну, сполна просто себя проявляют. Расскажите тогда поподробнее о вашем традиционном мероприятии «Народная марка». Что это такое? Мероприятие «Народная марка» представляет из себя, ну, как вручение премии. Мы делаем свои такие интересные статуэточки. Премии за, во-первых, таланты ребят, они выступают, каждый, кто-то поет, кто-то танцует. И помимо этого мы снимаем фильмы, видеоролики. В течение дня мы разбиваемся на группы, и каждая группа снимает фильм. После этого мы все дружно садимся всей нашей большой компанией, включаем проектор и смотрим эти фильмы. Потом вручаем ребятам статуэтки за номинации. Там лучший актер ролика, лучший сценарий ролика и так далее. Очень здорово получается. А что из себя представляет статуэтка? Такое творение, сделанное вожатыми с помощью скотча, бумаги, фольги. Ну, очень даже здорово получается по технологии, по пьемоше. Если говорить о вожатых, как раз знаю многих ребят, которые очень ждут весь год именно этой смены и хотят именно к этим детям. Как Вы считаете, с чем это связано? Только ли с желанием просто помочь ребятам, или может быть у них какое-то просто особое отношение к ним? Может быть дети другие? Дети на самом деле здесь совершенно другие, потому что наши вожатые, наш актив, они привыкли работать с лидерами, с детьми. Также у них есть опыт работы с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, стоят на учете в ПДН. А здесь, конечно, они получают совершенно другие эмоции. Во-первых, здесь сложнее работать, здесь нужно подойти к ребенку каждому индивидуально. Здесь нужно заранее ознакомиться с историей его болезни, с его какими-то привычками. Конечно, чем сложнее процесс работы, тем интереснее для наших ребят. И поэтому, конечно, и отдача совершенно другая у этих детей, потому что они мало чего видели в своей жизни, мало с кем сталкивались, а когда здесь им максимум внимания уделяется и делают все для того, чтобы они самореализовались, то, естественно, и отдача, и благодарность вожатым совершенно в других количествах дается. По завершении каждого дня ребята устраивают вечерний огонек для того, чтобы поделиться мыслями какими-то о прошедшем дне. Вот поделитесь секретом, о чем говорят эти ребята. На самом деле было опасение, что эти ребята не будут так открыто говорить на вечерних огоньках, как в обычных лагерях. А оказалось, наоборот, единственная особенность, огоньки ведь бывают тематические, и бывает обсуждение на тему семьи, на тему дружбы. Очень нужно аккуратно, осторожно относиться к темам выбранным, потому что был такой случай у нас в практике, когда заговорили о теме дружбы. И сначала ребята высказывались, просто рассказывали про своих лучших друзей, а потом кто-то вспомнил о друге из больницы, который умер. И так по цепочке ребята начали рассказывать каждую подобную свою историю, и огонек превратился в очень такую грустную ноту, когда ребята начали плакать. Мы сначала испугались вожатые, что мы их не на ту эмоцию вывели, так делать, наверное, нельзя, после чего нам психолог объяснил, что наоборот, это хорошо для ребят, что они эту тему свободно обсуждают, и раз они нам об этом начали рассказывать спокойно, значит, они доверяют, и это, наоборот, позитивная реакция. Но так, на огоньках ребята обычно делятся впечатлениями за день, как правило, это очень яркие эмоции, они довольны и счастливы после дневных мероприятий, вечерних мероприятий. Также мы соблюдаем все орлядские традиции на этих огоньках, они также с нами поют песни под гитару, стоят в орлядском кругу, поют песню вечернюю, поэтому очень такие милые, душевные огоньки проходят. Ну что, желаем, чтобы в таких сменах было все-таки поменьше нужды, а вам большое спасибо за то, что вы делаете, и спасибо, что пришли к нам. Спасибо большое. Спасибо.